А какие у вас есть цели на этот год? Вот это как раз, понимаете, да? Еще в августе-сентябре прошлого года у меня было все очень просто. Я подумал, что если я буду писать сейчас по одной книге в год, то, в общем, лет через пять у меня будет 12 книг, и это как-то так солидно звучит, по одной книге в месяц выходит, ну, прикольно, там, вот это в непрерывку, то есть, вполне себе так и выглядело как цель. То есть, писать одну книгу в год, ну, плюс какие-то там цели по хобби, там, и так далее, там, сдавать какие-то экзамены, там, еще что-то, дипломы, там, непринципиально. Это все было, да? Сейчас, ну, как бы... Ну, окей, пока. Задача – получать удовольствие от происходящего, несмотря на происходящее. Вот у меня есть идея написать книжку по конструктивному подходу. Ну, посмотрим, да, ну, здесь понятно, что много чего можно про это говорить, вот там, ну, постепенно копится материал, и хотелось бы написать книгу, как это называется, нехарактерную для меня, как ни странно, то есть выйти на какой-то там новый уровень, там, ну, в своих требованиях, там, к себе. Ну, это вот то, что хочется. Я не знаю, тут вот в том-то и дело, да, это невозможно в точности, там, предсказать, там, и так далее. Насколько действительно за, там, ближайшие, ну, до конца года, условно говоря, можно такое написать, ну, именно с точки зрения материала, цельности, зрелости этого материала, там, и так далее. Вот, потому что с точки зрения текста, понятно, что можно писать довольно быстро, как там, 200 знаков в минуту, да, и так далее. Или 300 знаков в минуту, это неважно. Вот, но с точки зрения того, чтобы материал был готов, это, наверное, у меня такая вот, то, что хочется, да. И, конечно, очень хочется, чтобы эта книжка попала, чтобы у этой книжки остались живые читатели, да. Кого-то, кого будет интересовать книжки не только на растопку, там, я не знаю, чтобы дома было тепло, там, и так далее. Вот, а все-таки еще и с точки зрения информации. Спасибо, спасибо. А на 10 лет у вас какие цели? А то же самое? Если мир остается, если есть люди, которые могут что-то покупать. Если мир остается, если прочее, ну, смотрите, это не цели, это пожелание, да, к себе. И у меня есть пожелание к себе. Да, окей, продолжайте, книжка раз в год. И это, наверное, даже не как цели, это скорее как задача, да, в том смысле, что это вспомогательные вещи. С тем, чтобы выйти на какой-то новый уровень востребованности, что ли. Там может выскочить либо в одну, либо в другую, либо в обе сразу стороны, то есть, что я имею в виду. Либо это стать интересным людям, от которых много чего зависит. Ну, то есть, другими словами, консультировать все более и более могущественных людей. Ну, потому что это влияние, так или иначе. Второй момент, ну, альтернатива, да, это, наоборот, суметь выйти на какую-то массовость. То есть, если одна из моих книжек станет бестселлером, ну, как бы, по-настоящему, да, потому что у меня, в общем-то, почти все мои книжки называются бестселлером, потому что по меркам издательств там есть, ну, определенный барьер тиражей, дальше которых книга считается бестселлером. И они, ну, кроме самых последних, они все эту планку преодолели. Вот, но настоящий бестселлер, в моем понимании, это, ну, не знаю, миллион экземпляров. А вот если что-то у меня выйдет там на миллионы, да, вот это тогда будет, ну, что-то типа массовой там, какая-то популярности, известности, еще чего-то. И это тоже во что-то можно будет какое-то там влияние конвертировать. Ну, и комбинировано, когда есть и то, и другое. Это в том, что касается писательства. А, у меня, по крайней мере, такая мысль, что через писательство такая штука может получиться. То есть, никто не гарантирует, но может получиться. Вторая из ориентиров, наверное, на которые я так или иначе ориентируюсь, это, как его назвать, здоровье, что ли? Ну, то есть, другими словами, у меня все еще должно оставаться функциональное тело, которое можно, да, как там, применять, эксплуатировать, расходовать, я не знаю, там, и так далее. И, в общем, я планирую, ну, в идеале до смерти работать. Да, то есть, про какие пенсии я не думаю. Соответственно, мне надо, чтобы я был живой, здоровый, эффективный, там, не знаю, со свежей головой и с телом, в котором приятно находиться. Да, для этого у меня есть там, вот я занимаюсь там внутренним стилем, Муршу, да, вот, и Ли Цуанин называется, в котором действительно есть надежда, что, в общем, как там, в день смерти я еще и потренируюсь перед этим. Вот, никто, опять же, не обещает, не гарантирует, но, но, по крайней мере, да, и у меня некоторая часть моих усилий направлена на вот это, на то, чтобы тело продолжало мне служить. И что еще? Остальное в области такого, как это называется, исследования. То есть, что я имею в виду? Ну, по жизни, если посмотреть, чем я занимаюсь, то всегда, в общем-то, да, с 15 лет, наверное, можно сказать, но, наверное, хотя, по большому счету, и раньше, да. Это как раз вот это вот поиск дополнительных рычагов из возможностей человеческих. То есть, в этом смысле, привет, Фридриху Ницше, да, там, сверхчеловек, там, вот эти все вещи. Я всю жизнь так или иначе этой темой интересуюсь, да. Что еще может человек, как еще это можно достигать, там, и так далее. И это открытая тема, то есть, у меня нету каких-то известных мне горизонтов, куда можно там прийти, нельзя прийти, там, и так далее. То есть, это такое чистое любопытство, и, как бы, ну, в некотором смысле движок того, что я делаю. Может, все окажется как-то совсем просто и примитивно, и ограничено. Может, наоборот, там окажется, что что-то там можно совсем интересное делать, там, и так далее. Но в конечном итоге, если посмотреть на все, что я делаю, это вот я ищу, копаю для себя, если накопал для себя, я начинаю делиться этим с другими. И тут невозможно предсказать. Я на эту тему когда-то хохмил, что планирование личного развития – это самая идиотская вещь, которую можно вообще придумать, потому что, если я собираюсь развиться, я, наверное, собираюсь стать более умным, не знаю, продвинутым, знающим, эффективным, там, и так далее. И какого хрена вот я нынешний буду указывать мне, будущему, который заведомо умнее, мудрее, эффективнее, и так далее, что ему делать. Поэтому это всегда открытая карта. То есть это именно такое исследовательское, экспериментальное поле, там, поле любопытства, поле интереса, там, вот этого. И здесь не может быть цели, здесь только, ну, как бы, ориентиры. То есть вопросы, что человек еще может, как он еще может, там, куда он, там, и так далее. Как лучше, как эффективнее, как прикольнее. Мне очень нравится Николай Иванович Козлов, создатель и ректор университета практической психологии, говорит про максимум жизни. И у нас в университете, я второе высшее образование получала в университете практической психологии, было такое задание про обеспечивание максимума жизни. И он как раз подчеркивал, что вот сейчас, сегодняшний, ты не можешь знать вообще, какие цели ты себе будешь ставить, там, через год, через два, через десять. Да, потому что ты доходишь до какой-то вершины, дальше с той вершиной, видишь, с новой вершиной. Можно, наверное, так сказать, что главная цель личностного развития это сделать неактуальными все свои планы по личностному развитию.